Старший инспектор Максим Гилёв только третий день на служебном мотоцикле. За короткий период уже остановил водителя мопеда, который был лишен прав за пьяную езду. Для этого и нужен мотопатруль следить за обладателями двухколесной техники. Мотоинспектор тот же сотрудник дорожной службы, который летом пересаживается на байк. Ведь владельцы спортивных мотоциклов обычного патруля не боятся. А вот, например, от Максима Гилёва уйти будет сложно. Ведь даже в своем самом опасном преследовании он вышел победителем. На своем байке я набрал скорость, в районе 170 км в час. У нас было преследование с ним. То есть, в последствии был он мой задержан. Что меня удивило, что водитель, после того, как я его остановил, он вышел и пожал мне руку. То, что я сумел его задержать. То, что он тоже, наверное, себя считал неплохим водителем. Те, кого в народе называют «мотобат», выходят на службу весной, как только позволит погода, и возвращаются в патрульные автомобили уже осенью. Как признаются инспекторы, за лето удается проверить столько мотоциклов, что под конец сезона они начинают повторяться. Мотоциклисты – целая субкультура с особым отношением друг к другу. Но сотрудник полиции, даже верхом на байке, остается сотрудником полиции. Ну, я думаю, к сотрудникам ГИБДД все настороженно относятся в любом случае. Нарушаешь ты или не нарушаешь. Это уже в нашем возрасте, это, наверное, уже психологический барьер какой-то. То есть, в свое время, когда нас отцы учили гаишники прячутся на заднее сидение там, то есть, это все с детства закладывается. Ну, поэтому так получается. Даже если инспектор мотопатруля просто стоит на посту, байкер не может его проигнорировать. Мотоциклисты знают, что погоня, особенно на такой технике, завершится в пользу полиции. Но все же не только скорость, маневренность, еще одно важное качество мотопатруля. Через любую пробку к месту ДТП они доберутся первыми. Но главное в их работе все же не допустить происшествий с участием водителей на мотоциклах за весь сезон. Андрей Дрир, Николай Шилко. День с толком.